Матч в любую погоду Что сегодня получится, футбол или водное поло, мы узнаем вместе с вами через некоторое время. Константин Генич и Георгий Черданцев с вами в бассейне прохожу. Да, но нам плавать с тобой, Георгий, не придется. А вот игра в дождь для футболистов – это не только расчет на мастерство, но и во многом, наверное, на удачу. А с другой стороны, команды мокнут одинаково и имеют одинаковые шансы. Будем смотреть сегодня матч сборных. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Перед нами состав хозяина. Центр поля предельно насыщен. Подобная расстановка требует особой слаженности в действиях защитников. Если говорить о стиле игры, эта команда любит и умеет обороняться. Скорее всего, сегодня мы увидим игру от обороны. Команда целенаправленно играет вторым номером, отдавая сопернику мяч и инициативу. Посмотрим, будут ли сегодня какие-то изменения в этой тактике. Мяч летит в сторону ворота. Он накручивает соперников одного за другим. Хороший пас на вход. Классный пас. Можно двигаться дальше. Пас. Можно двигаться дальше. И счет в матче открыт. Отлично они начали. Быстро решили забрать игру себе. И гол в этом, конечно, плане лучший помощник. Ротарь остался один на последнем рубеже. И что он мог сделать в этом положении? Да, тут у игрока был выбор. Либо все решать самому, либо сделать передачу на партнера. Но по большому счету у голкипера шансов выручить свою команду было немного. Может получиться интересная атака. Угар! И удар с 11-ти метровой отметки не приносит результата. Этот пенальти он смазал довольно прилично. Уходит мяч в сторону от ворота. Конечно, только пенять на себя остается. Здорово! Какой удар! О, забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И с такой ситуацией очень сложно будет выбраться сопернику. Ну что, время подумать о хит-трике. А вот еще один повтор. На этот раз с другого ракурса. Обранительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Александр Ярохи! И это просто шедевр! Многие назвали бы этот гол случайным. Но я не из их числа. Нужно быть большим профессионалом, чтобы так точно подгадать момент. Не удивлюсь, если некоторые болельщики отправятся сейчас домой. В принципе, тут все ясно. Но настоящий болельщик никогда свою команду не бросает. Мяч летит в сторону ворота. И что это? И что это? Гол! Гол! И вот разрыв увеличивается, а оборона соперников даже и не чешется. Ну и какие-то шансы на исправление у них все-таки еще остаются. И, наверное, надо их применять прямо здесь и сейчас. Кончился первый тайм. И, по-моему, все предельно ясно. 4-0. Первый тайм он провел просто замечательно. Команда пока выигрывает. На его счету два забитых мяча. Он близок к хитрику. Ну и пока все более чем успешно складывается для этой команды. Геннальти. Команда пока выигрывает. Он реализует пенальти. Тут все сделано как надо. Да, будем откровенны, в такой ситуации шансов спасти команду было не так уж и много. У нас есть возможность посмотреть на этот гол с другого ракурса. Пахой был пас, но соперник эту передачу. Как он работает с мячом. Всех обыграл. Отличный удар. И он забивает. И он забивает. Ведет он сегодня за собой команду. Второй гол уже забил. Гол заслуживает того, чтобы увидеть его еще. Главное без нарушений. И как опасно пробил. Гол. Нет гола. Ложение вне игры. Так, давай смотреть повтор. Ну, неудивительно, что игрок был уверен в своей правоте. А в сайт, что называется, миллиметровый. Финальный свисток. Ну что ж, давайте подведем итоги матча. Я обойдусь двумя словами. Абсолютное доминирование одной команды. Юргий, ты плохо считаешь. Это было четыре слова. Он отыграл сегодня великолепно. Все получалось на пол. Ну, что тут еще скажешь? Замечательное настроение, замечательная игра. Его дубль помог и команде одержать сегодня важную победу. А он сам пополнил свой голевой запас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok